Ну, в первую очередь хочу всех поздравить с наступившим Новым Годом и поблагодарить наших болельщиков, потому что они сегодня приехали, поддержали нас очень серьезно. По игре хочу сказать, первая четверть, видно, что обе команды выходили после Нового Года, так не все попадали, тяжело было. Мы потом вошли, влились в игру. Хочу нашу команду отметить, мы хорошо поработали на счете, у нас сегодня, по-моему, 60 подборов, в принципе, за счет этого, я думаю, победа. Можно сказать, такая новогодняя игра, да, две команды, было видно, что потеряли ритм игры, и мы ожидали, что игра будет такая, ну, физическая, напряженная, то есть от защиты проценты ужасные, люди хорошо, ребята отдохнули, расслабились, и прежде всего в голове. Хорошо, что нам удалось лучше восстановиться после праздников, и 60-60 очков мы остановили команду Запорожья, которая очень хороша в нападении. То есть мы, в принципе, сделали свою работу, да, тяжелая была игра, наверное, для зрителей скучная моментами, очень много промахов, но обе команды боролись, и, на мой взгляд, игра была такая достойная, таких, ну, заядлых, можно сказать, соперников, да, которые две команды хотели победы, и только победы. И очень приятно, что ребята поборолись на счете, 60 подборов, мы добивались промахов, и не позволяли соперникам взять у нас мяч, очень хорошо. Ну, в принципе, по игре было неплохо, все, только одно «но» — это подбор. Днепр команда цепкая, крепкая, и все идут на подбор. В нашей же очереди надо было делать боксаут, либо как-то фолом останавливать, но это не всегда так легко, как, ну, говорить, поэтому это надо делать, надо тренироваться, дальше продолжать, и идти вперед. Вот, в целом, сегодня по защите было неплохо, по нападению, конечно, не очень. Ну, нападение такое наживное, сегодня просто был плохой процент, в следующей игре может быть лучше. Ну, скажу, что мы проиграли опытной, мастеровитой команде. К сожалению, мы могли играть против них на равных только отдельными эпизодами. Пропущенные 12 и 14 очков, соответственно, в первой и третьих четвертях, говорят о том, что мы на правильном пути. Пропущенные 27 и 22 в конце, говорят о том, что нам не хватает ротации, для того, чтобы держать вот этот тонус защиты, и пытаться не просто на равных играть, а где-то брать свои очки. Но, в любом случае, это шаг вперед, было видно, что мы делаем, и к чему мы стремимся. Основная проблема, это, конечно, 60-38 по подбору, все остальные цифры не имеют значения. Там все остальное приблизительно более или менее. Поэтому, да, не хватает массы, да, не хватает правильности выбора позиций. К сожалению, на позиции 4 сегодня я вынужден был заигрывать Илью, немцу, хотя это не его позиция, потому что Липовцев с травмой, и Семенс вне игры. Соответственно, большая нагрузка выпала на Шевченко, который не тренировался почти месяц, и еще не готов к такой физической жесткой борьбе. Хотелось его поберечь, но, к сожалению, сегодня не получилось. И Максим, который бился один против трех больших ребят, еще сказал, что хорошо не было Фесенко, это было бы совсем жутко. Что хочу сказать, все по делу, все абсолютно по делу. Команда Днепра на данный момент сильнее, опытнее и мастеровите. Наша задача не опускать рук ни в коем случае, готовиться к следующим играм. У нас Прометей на выезде, поэтому знаем, чем заниматься. Больше выходных не будет, будем работать.